Это списанный охолощенный пистолет-пулемет Шпагина, образца 1941 года, 1942 года выпуска, реальный участник боев в Барятинском районе Калужской области на Зайцевой горе. Это очень трагическое место, где 50-я армия потеряла более 70 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. То есть это живой свидетель огромной трагедии, развернувшейся на территории Калужской области в 1942-1943 году. В районе небольших и до сих пор мало кому известных поселков Фомино-1, Фомино-2, которые носят общее название, ну, топоним такой, географически Зайцева гора. Чем он интересен? На нем присутствует еще ранний, свойственный для первых типов пистолета-пулемета Шпагина тип рамы. На нем присутствует рифленый предохранитель на затворе, что также можно охарактеризовать как черта ранних ППШ, то есть ППШ ранних выпусков. На нем присутствует безнагельное дерево, то есть нет нагеля, нет уплотнения, это дерево раннее, то есть дерево выпуска до 1942 года в достаточно толстом лаке и с красивым тигровым рисунком. Ну и, в принципе, охарактеризовать его лучше всего получится, его открыв. То есть насколько простая, эффективная, хорошая машина. Мы видим, что здесь все корродировано, здесь все потерто, подубито, но все равно он продолжает, правда, в качестве уже списанного охолощенного, функционировать и доставлять радость людям на военно-исторических мероприятиях. То есть вещь с историей, которую видел реальные трагедии в истории нашей Родины, но до сих пор служит. Рожки на ППШ пошли с февраля 1942 года. Изначально они были без какого-либо армирования, без ребер жесткости, и только когда стали с фронта поступать жалобы на то, что рожок может деформироваться при его передвижении, при участии в бою, их стали делать ребристыми. Соответственно, это ранний тип рожков, и тут даже местами по сварке, он делался точечной сваркой, то есть вот наплывы сварочные видно, что делался реально непрофессиональными рабочими, то есть это дети-женщины. Могу показать еще пару рожков из своего подсумка. Там еще более видно, то есть насколько низкокачественное и очень ускоренное производство, то есть реально детско-женское. Вот посмотрите на этот наплыв на каплю. То есть как такое можно было оставить? Вот опять же наплыв неубранный, сварочный. То есть, ну их видно, что это... И при том они все, какие-то влетают, заходят в этот ППШ в лед, какие-то еле-еле лезут, то есть они все слегка отличаются по габаритам. И вот здесь также видно, то есть вот здесь проварили более-менее... А тут не провара. А тут не провара, тут реально точечно. Тут реально кусочками. Одни раковины. Ну то есть это женщины и дети сменили квалифицированных рабочих, в основном мужчин, которые ушли на фронт, на производстве, соответственно, военной амуниции и вооружения. Ввиду радикального недостатка кадров во всем, в первую очередь, именно во фронтовых частях. Ну то есть такие вот истории можно о нем рассказать, и можно посмотреть такие истории именно на примере всего лишь одной, казалось бы, незначительной, достаточно маленькой вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...